У меня самые лучшие яблони, три дерева и все с морозобойными на штампе и подмерзает, когда за минус тридцать. Ну, для обычных деревьев это нормально. Сразу видно, что древесина не обозревает и не для нашего климата. Есть мнение, что такие сорта лучше прорывать высоко в крону. Внимательно читаем, сейчас будем разбираться. Лучше высоко в крону. Или в скелет устойчивых морозовых сортов типа антоновки. У них штампы неубиваемые. И не подопревают, и не растрескиваются. Кто-то говорит, что чем выше привиты над снегом, то там на несколько градусов теплее, и это играет большую роль. Сейчас будем опровергать. Другие рекомендуют делать сланцевую низкую формировку, для того, чтобы вся крона и плодовые почки замывали под снегом. Вся крона. Хочется узнать, как лучше формировать и куда проривать средние землостойкие яблони. Интересен Ваш ответ, спасибо. Вы понимаете, какая на меня ответственность? Так, смотрим сюда. Вначале второй вариант. Средние землостойки. Подмерзают, замерзают. И внутренно. Значит, рассмотрим зимовку под сегом. Это Красноярск. Вот. Это сад Крутовского. Мне посещилось там побывать. Так. Вот. Я разговариваю с местным специалистом. К сожалению, память подвела то ли Степаном, то ли Степановым. Говорят, давно уволился. Не знаю, как там дела сейчас. Вот. Мы тут стояли возле него. А я вообще информацию питаю. Вроде бы, я как бы где-то круче его. Вот. Меня же возили туда, как эту. Извините за уважение, как звезду. Вот. Это было или до, или после моего лекции в Красноярске. Семинара. Вот. А я впитываю. Я говорю, а зачем вот так вот сделали? А мне сразу шар с дыбом. Мне не нравится. А я говорю, сделаны. Мыши любят. Боятся. Нет, не так. Мыши боятся открытых простат, поэтому они не грызут. А мне всегда удивляло, почему вот там целый сад. Вот. У меня есть другие фотографии. Целый сад слан. Слан. Вот он. И мне всегда удивляло. Раз вот по снегу. Мыши должны были просто... Если уже не штам поставишь без внимания, мы уже штам сажали, дерево нет. А здесь жили не хочу. Молодое дерево. Вот оно. Молодое, правильно? Вкусное. Вот это непонятно. А они, получается, что? Как оно спасает мышей? Не знаю я. Вот. Вот. Когда начинается таяние снега, это снег, вода затапливает мышиные норы. Вот. У них запасы если есть в норах, то они заканчиваются, то есть они не могут добраться. То есть у них это потоп. Там настоящий плесенье половодие для мыши и потоп. Они вылазят наружу и голодно шрутся подряд. Вот. Но мне этот способ объяснили. То есть, видите, человеку в этом... Возвращаться на 100 лет назад, ведь это сад Крутовского. А Крутовский это 19 век. Вот. Я его еще назвал, знаете, как этот сад? Я его еще назвал. Ну, сад-музей, я назвал. Это и есть музей, фактически. Ну, то есть, еще и технологию оставили в 100-летней давности. Практически в музей. То есть, сохранили ее в неприкосновенности. Вот. И вот тогда я сказал себе. Вот, вот этот когда-то все-таки растает. Я сейчас говорю о другом. Вот когда-то он растает. Сколько надо накинуть времени? Ведь его искусственно же сгородили вот это вот. И не только его. Посмотрите на дальний план. Не только его. Он еще там так, такой же сделан. Справа тоже. Насколько? А это Сибирь. А это северный меняк километров на 400 с лишним. Это не шутки. Значит, там еще лето короче. А когда этот снег растает, только тогда тронутся рост почки. И когда же они, бедные, вызреют, значит, на следующий год опять под снег. Вот. А там уже мыши идут. В общем, эта технология, конечно, не для 21 века. Я так скажу. То есть, вы меня в совет спросили. То есть, зимовали под снегом. Я вот этот способ не рекомендую. Вот. Теперь, что касается средней, вы посмотрите. Вы упомянули прививку, допустим, на культурные яблони. Их таких сортов несколько. Их всегда используют для этого. Эти самые. Одни и те же. Мы это проходили. А Антоновка среди них как бы выдающийся сорт. Потому что у него действительно очень высокая морозокость. Но извините. Это же сад Крутовского. Это же Сибирь. А почему не на этой? Не на Сибирке? Почему на хитрой Сибирке? Которая слегка оккультуренная. Это я уже свои навязываю. Свою технологию. Свои эти. Вот. Выписывайте у меня оккультуренные. Косички выращивайте. Семечки выращивайте. Вот. И тогда что получится? Получится что? Морозокость будет выше. И тогда можно забыть про. Это же из-за слабой морозокости же все. Согласны? После их прятали. Тогда возвращаемся к варианту за номером раз. Вот. Чем выше привито над снегом. Несколько градусов теплее играет большую роль. Ага. Вот. А мне посчастливилось. Я какой-то особый. Понимаете? Вот. Вот. Приезжают ко мне два выдающихся деятеля. В прямом смысле. Бойкова. Валерия Николаевна. Валерия Николаевна. Директор. Опытной станции. У нас. В Шушинском районе. Раз. Значит. Курдюмов Николай Иванович. Грамотный человек я не встречал. Два. Вот. Вот. Я знаю только. Кстати. Есть еще горновоз. Одноват любитель. И так далее. Вот. Тут тоже уникум. Вот. Когда я говорю одного. Я вспоминаю про другого. Когда я говорю. Тот самый умный. И грамотный. Тогда я говорю про этого. Ну так бывает. Вот. Все таки. Курдюмов. Бусник. Темирайская академия. То есть. В отличии от этих девушек то. Он не стал позорить академию. Вот. Идем дальше. Смотрите. Это требует очень быстрого короткого этого. Для начала. Я не собирался говорить про столбик номер два. Ну хорошо. Значит. Прежде всего. Эти два человека. Которые были у меня. Один другому. Байкова. Передала. Статистические данные. А он мне. Он же у меня в гости. Оставил мне. Новосибирск. Челябинск. Абакан. Майной Чаревушки. Красноярск. Так. И что мы видим. Внимание. Новосибирске. Минимально. Средние годовые. Фу ты господи. Зимние. Три зимних месяца. Температура минус 18-20. Средняя. Я. Новосибирске. Красноярске. Минус 18-20. Я. Напротив. Майной. Минус 17-19. Разница на один градус. Это много и мало. Ладно. Это я к слову. Чтобы больше не это. Не морды не тыкали про. Что у вас это. Украина. И как. Тот самый. Тот самый. Помните. В 80-м исполнилось. Боюсь уже лишний раз. Доводить. Вот. Боюсь до инфаркта довести. Он меня пытался довести. Что у меня теплее чем это. В средней полосе. Вот так. Типа Москва и прочее. Вот. А здесь получается истина такая. И. Самое главное. Что. Зачем мы тут. Мы говорим о том. Что. На высоте. 10 метров. Вот. За 3 зимних месяцев. Теплее или холоднее. Мне вот эта цифра больше нравится. Красавица. Вот он. Минус 20. Ой. Минус 18-20. А здесь 23. Майной черебушки 19. Здесь 22. То есть. Чем выше. Не теплее. А холоднее. Абакан. Саиногорск. Было 19. На высоте 10 метров. 22. 19. На высоте 10 метров. 20. 20. Аж 24. Новосибирск. Значит. Вот это вот. Я уже рассказывал. Видите. Чем выше. Привито. Играет большую роль. Дальше рекомендую сделать. Этот один из вариантов. Скелет. Вот он. Есть мнение. Лучше поливать высоко укрозу. Я привал. Ребята. Долго не живут. Вот. Тогда только до меня дошло. И существует. Биологическая несовместимость. И представьте себе. Мощное дерево. Даже если ему 2-3-5 лет. А у него где-то какая-то там. Несколько может быть. Волчков. Или даже с наклоном. Вот я показывал эти все. Фотографии показывал. Как. Вот. И тогда мы оживляем. Вот такой вот. А практически 1-2-3 почки. Разве может. Вот это вот самое. Огромное дерево. Не уничтожить этот самый. Даже если растеряется. Во время высокое движение. Могут не до этого быть. Он раз. Прижился. И потом начинается война. Это. С этим агрессором. Проходит 2-3 года. Его нет. Его нет. Его нет. Вот он и выше. На несколько градусов. Не срабатывает. На самом деле. Во-первых. Там верху ниже. Там и ветер. Вот. И так далее. В общем. Как я смог. Я человеку ответил. Он сказал. Не знаю. Заработал ли. Да. Вот. А привате. Ну. Знаете. Мое мнение. Лучше всего. Однолетний. Прирост. Ну. В крайнем случае. Двух. Ну. В крайнем случае. Трехлетний. И прививка у самой земли. Вот тут. Когда просыпается корень. И вот такой кусочек. Это. В этом вся хитрая. И такой кусочек. Оставшийся. Вот такой. Огрызочек. От штамба. И когда у него оживили. А дереву развиваться надо. И он вздыхает. И принимает. Этот самый. Огрызочек. Вот этот. Который мы оживили. За родного. Ему намного легче. Нет. Не так. За родного нет. Но справиться с ним гораздо труднее. Он соки пьет. А других почек нет. Других нет. Чтобы он вот взял. Свою родную. Ниже природы. Почку. Пошла. А эта пошла нафиг. Таких случаев. Сотни тысячи видел. И это тоже есть. Но. Хотите иметь дерево. У земли. Как можно ниже. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова